Запись тридцатая. Конспект. Последнее число. Ошибка Галилея. Не лучше ли? Вот мой разговор с И там, вчера в древнем доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума. Красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета. И все время под застывшей на мраморе улыбкой курносого древнего поэта. Я воспроизвожу этот разговор буква в букву, потому что он, как мне кажется, будет иметь огромное решающее значение для судьбы единого государства и больше. Вселенной. И затем, здесь вы, неведомые мои читатели, быть может, найдете некоторое оправдание мне. И сразу, без всякой подготовки, обрушило на меня все. Я знаю, послезавтра у вас первый пробный полет интеграла. В этот день мы захватим его в свои руки. Как? Послезавтра? Да. Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен, неудачу взятых вчера хранителями, попало двенадцать мефий. И упустить два-три дня они погибнут. Я молчал. Чтобы наблюдать за ходом испытания, к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в двенадцать запомни, когда прозвонят к обеду и все пройдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой и интеграл наш. Ты понимаешь, это нужно во что бы то ни стало. Интеграл в наших руках — это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэра! Ха! Это будет просто ничтожная мошкара против Коршуна. И потом, если уж это будет неизбежно, можно будет направить вниз дуло двигателей и одной только их работой. Я вскочил. Это немыслимо. Это нелепо. Неужели тебе не ясно, то, что вы затеваете, это революция? Да, революция. Почему же это нелепо? Нелепо, потому что революции не может быть. Потому что наша, это не ты, а я говорю, наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому. Насмешливый острый треугольник бровей. Милый мой, ты математик. Даже больше, ты философ от математики. Так вот, назови мне последнее число. То есть, я... Я не понимаю, какое последнее? Ну, последнее, верхнее, самое большое. Но... И это же нелепо. Раз число чисел бесконечно, какое же ты хочешь последнее? А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней нет. Революции бесконечны. Последнее это для детей. Детей бесконечность пугает. А необходимо, чтобы дети спокойно спали по ночам. Но какой смысл? Какой же смысл во всем этом? Ради благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы? Положим. Ну, хорошо, пусть даже так. А что дальше? Смешно. Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи что-нибудь детям все до конца, а они все-таки непременно спросят, а дальше зачем? Дети единственно смелые философы. И смелые философы непременно дети. Именно так, как дети всегда и надо. А что дальше? Ничего нет дальше. Точка. Во всей вселенной равномерно, повсюду разлито. Ага. Равномерно, повсюду. Вот тут она самая и есть энтропия, психологическая энтропия. Тебе, математику, разве не ясно, что только разности, разности температур, только тепловые контрасты, только в них жизнь? А если всюду по вселенной одинаково теплые или одинаково прохладные тела? Их надо столкнуть, чтобы огонь, взрыв, гиенна. И мы столкнем. Но и пойми же, пойми, наши предки во время двухсотлетней войны именно это и сделали. О, и они были правы. Тысячу раз правы. У них только одна ошибка. Позже они уверовали, что они есть последнее число, какого нет в природе. Нет. Их ошибка. Ошибка Галилея. Он был прав, что Земля движется вокруг Солнца. Но он не знал, что вся Солнечная система движется еще вокруг какого-то центра. Он не знал, что настоящая, неотносительная орбита Земли вовсе не наивный круг. А вы? А мы пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем? Нет, даже, наверное, забудем, когда состаримся, как неминуемо старится все. И тогда мы тоже неизбежно вниз, как осенью листья с дерева, как послезавтра вы. Нет, нет, милый, не ты. Ты же с нами, ты с нами. Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая. Я никогда еще не видел ее такой. Она обняла меня собою вся. Я исчез. Последняя, глядя прочно, твердо в глаза мне. Так помни же, в двенадцать. И я сказал. Да, я помню. Ушла. Я один среди буйного разноголосого гамма, синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых. Да, в двенадцать. И вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо, чего никак не смахнуть. Вдруг вчерашнее утро, ю, и то, что она кричала тогда в лицо и. Почему? Что за абсурд? Я поторопился выйти наружу и скорее домой, домой. Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над стеной. А впереди, в закатном солнце, из малинового кристаллизованного огня, шары куполов, огромные пылающие кубы дома, застывшие молнией в небе, шпиц аккумуляторной башни. И все это, всю эту безукоризненную геометрическую красоту, я должен буду сам, своими руками. Неужели никакого выхода, никакого пути? Мимо какого-то аудиториума. Нумер его не помню. Внутри, грудой сложены скамьи. Посредине столы, покрытые простынями из белоснежного стекла. На белом пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто какое-то неведомое, потому жуткое завтра. Это противоестественно. Мыслящему, зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных иксов. Вот если бы вам завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, спотыкаться, и вы знаете, что где-то тут вот совсем близко край, один только шаг, и от вас останется только сплющенный, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же самое? А что если, не дожидаясь самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?